Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Кулакова «Это красота», — говорит гид. «Это красота». «Он поворачивается ко мне». «Естественно, лишь ваша реакция, молодой человек». Гид продолжает. В 1906 году мисс Ричардсон, суфражистка, повредила полотно топором. «Я должна была уничтожить картину самой красивой женщины», — сказала она, давая показания. «Этот художник радикально изменил наши взгляды на мир, молодой человек». «Диего Веласкес». «Или дикий реализм». «Фильм Карима Айнуза». «Автор сценария Ифни Ли, Карим Айнус». «Рассказывает Артур Аш». «Я проснулся в поезде, направляющемся в Севилью. «Венера преследовала меня». «Портрет». «Размытое отражение в зеркале». «Возможно, твое лицо и я». На железнодорожной платформе я выбросил сумку полную книг Павел Аскесу, которые я прочитал. «Со мной лишь мои записки, сделанные под влиянием грез и воспоминания о том, что говорил мне гид о красоте и эмоциях». «За окном занимается день, наполняя светом Андалузию и жизнь художника из художников». «Меня ожидает встреча с рождением Веласкиса в Севилье в 1599 году». «Густонаселенный, многонациональный город. Новый Карфаген. Новый Вавилон, подчиняющийся прихотям Гвадалквивира и его половодия». «Земля, море, окно в новый свет, Индия, колонии. Обилие людей, идей, изобретений и богатства. Золотой век. Фламандские торговцы, генуэзские банкиры, евреи, потомки мусульман, слуги и художники». «Крепостная стена пала, все хлынуло через край. Жизнь вырвалась на воздух, как театр под открытым небом». «Но и Новый Иерусалим тоже с его процессиями святых, стремлением к христианской чистоте, одержимостью, жаждой крови». «Непорочное зачатие». Веласкес написал его в 17 лет. «Он тоже мечтал о вершинах и пиках». «Естественное лицо Марии, возможно, написанное с его невесты, освещает полотно». «Я иду по Севилье, по следам молодого Веласкеса». «Ученые наблюдали за звездами с вершины Хиральды, и испанские художники также начинали постепенно открывать глаза на окружающий их мир». «Веласкес открыл их еще шире. Колокольни, башни, ослепительный свет». «Столь же ослепительный, как и вера, правящая городом, бесконечная борьба которой со светом обрекает художников на религиозное рвение». «Молодой Диего Родригес де Сильва и Веласкес был старшим из восьми детей. Он родился в обеспеченной семье. Отец был юристом с португальскими корнями. Мать из семьи, принадлежавшей к мелкой севильской аристократии. В его молодых руках булыжники с мостовой, стены, тени и мозаика Алькасара стали красками его воображаемой палитры. «Я часами гулял вокруг дома Пилата. Место встречи меценатов, поэтов и ученых. Это самый богатый дом в Севилье». Под пристальным взглядом мастера Пачеко, ученик с 11 лет в течение 6 лет учился натягивать полотно, смешивать краски, не получая разрешения прикасаться к кисти. Ученик терпеливо смотрел и слушал. Годы тянулись долго. Он срежиссировал свою будущую жизнь. Он чувствовал, трепетал, желал, шептал и, наконец, начал рисовать. Старуха, жарящая яйца. 1618 год. Молодой Веласкес оставляет религиозные образы испанских мэтров ради ничем не примечательных сцен. Повседневная реальность перерастает в бодегон, традиционный испанский натюрморт. Веласкес вышел за рамки жанра и техники своих современников, соединив натуралистический натюрморт и динамизм жизни. Он не пытался скрыть влияние фламандских мастеров, а заявлял о нем и превозносил его. Сцены, жившие в воображении ученика, воплотились в драматической светотени. Сцены, живые воплотились в драматической светотени. Продавец воды в Севилье. Он набирает воду в фонтанах и разносит ее по севильским домам. Еще лучше, чем художник изображает улицу, он играет на контрасте между материалами, керамикой и стеклом, позами, возрастом. Светлые штрихи привлекают взгляд, стимулируют его. Мастерство восхищает, а сдержанность персонажей вызывает волнение. Как и в других его натюрмортах, композиция замысловатая. Свет оживляет персонажей и предметы. Кувшин словно готов выскочить из картины. Я узнаю, что было две версии. Персонаж на заднем плане становится все более заметным. Картина в картине. Близкая и далекая. Повествование. Игра тени и света. Изображение живое, будто стремящееся покинуть рамку. Грубый. Прекрасный. Трогательный реализм. Молодой художник хочет, чтобы мы смотрели на его полотна с любопытством ученых, изобретателей и исследователей. Личность каждого персонажа на бадегонах молодого Веласкеса интригует и поражает нас. «Молочная камера» «Молочная камера» «Молочная камера» Не создавая, собственно, портреты, как остальные новые члены гильдии художников Севильи, молодой Веласкес демонстрирует своё абсолютное превосходство и мастерство в достоверности и глубине лиц. Подчёркнутое величие светских картин Веласкеса расположило к себе представителей крупной знати Севильи. Его картины заказывают и хвалят в высшем свете. Слава от духи свободы Веласкеса уже достигла двора. Первые границы были преодолены. Как и Веласкес, я приближаюсь к себе. Испанскому двору, преодолевая холмы, гвадорамы, легендарного места, известного под названием «Место короля». Говорят, король Филипп II пришёл сюда с намерением расширить испанское королевство, которое протянулось, насколько хватало взгляда. Вид поистине королевский, как и свет. В 1561 году здесь был построен монастырь и дворец Эскариал. Земной храм и королевская усыпальница. В монотонной строгой громадине скрываются шедевры, которые приобрёл новый король Филипп IV, меценат и покровитель искусства. Рубенс, Тициан, Тинторетто. Все нашли приют в величественных залах дворца. Пора покинуть горы и спуститься на землю, чтобы наконец добраться до Мадрида и его двора. Вопрос заключается в том, будет ли там место для молодого художника-реалиста и его дикого натурализма. 1622 год. Молодому Диего 23. Его рука полосует холст ровными и уверенными движениями, прославляя короля. Быстрые оточенные жесты, спонтанность, исключительная техника. Художник и король раскрывают себя в этой брутальной силе. Правда этой картины в подаче в безмятежном взоре 16-летнего молодого человека, являющегося королем лишь по титулу. Его портрет неожиданно напоминает мне поп-звезду 80-х, потрясающего Дэвида Боуи, который покорял фанатов уже одним своим печальным взором. Его правильность во всем, вплоть до некрасивых черт молодого монарха, а чувственность во всем, вплоть до отблеска волос. Когда картина была закончена, Филипп IV восхищался ею без слов. Он назначил Веласкеса придворным живописцем. С этого момента больше ни одному испанскому художнику не позволялось изображать его. И Веласкес будет преданно служить своему королю 30 лет. Я посреди плаца майор. Пытаюсь представить молодого короля Филиппа IV в его такой же молодой испанской столице. Страна была ослаблена воинами, погрязла в экономическом, социальном и духовном кризисах. Сила королевства стала во многом иллюзорной, а в это время король охотился на кабанов и ухлёстывал за женщинами. Чтобы продлить успех, Веласкесу надо было изображать мир не таким, каким он был, а таким, каким он должен быть. Он знал, что должен отказаться от правил и форм, соответствующих духу народа. Это триумф вакха или пьяницы. Открыв безумную свободу этого полотна, я по-новому ощутил приятный вкус одиночества. Но здесь ощущается жизнь, настоящая и повседневная. Персонажи обращены к нам и приглашают выпить вместе с ними. Таковы уж капризы жизни. Придворные короля оказались пьяницами. Вино развязывают язык, а вакх освобождают художника от запретов. Вакх Веласкеса столь близок к народу, сколь далек от него король. Не бывает великого художника без великого человека, говорил его учитель Пачеко. А Веласкес говорил, что не будет великого портрета без великого короля. Обмакнув кисть в золотистую и малиновую краску, он, наконец, сделал Филиппа IV королем, мужчина и, наконец, король. Веласкес Веласкес завоевал доверие короля и получил разрешение провести два года в Италии, обучаясь и развиваясь. Я сбегаю от горечи любовного разрыва и спасаюсь в компании живописца. В компании пантеры Средиземноморья направляюсь в Италию, Геную, Венецию. 1629 год. Художнику 30. Его король на испанском троне всего 7 лет. Но вот Италия, ослепляющая и пьянящая смесь запахов и цветов. Взрыв чувств. Памятники и коллекции залов Ватикана все исключительные места были открыты для него именем короля и бога. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Микеланджело и Рафаэль Дни рисования и копирования фресок Это новая радость живописи. К черту деньги и заказы на портреты, ожидающие его в Испании. Веласкес учится писать, следуя своему желанию, вновь обратившись к мифологии как способу вызвать самого себя на дуэль. Субтитры создавал DimaTorzok Принесение Иакову одежды Иосифа Увидев ее, Иаков оцепенел. Его дети сказали ему, что Иосиф, его любимый сын, растерзан волками, хотя на самом деле они обманули и продали его. Собака лает, она одна догадалась, что сыновья лгут и рассказывает нам об этом. Цвета Тициана оказали влияние на палитру. Прощай полутень, свет заливает композицию, вспыхивают оранжевый, желтый, голубой. Тела обнажены, как на фресках Микеланджело. Штрихи мягче. Благодаря игре с текстурой холста созданы невероятные отражения и контрасты. Ощущается необузданность Караваджо, изящество, сила деталей и действительности. Картина притягивает мой взгляд. Я приближаюсь, отхожу, снова приближаюсь и по-другому вижу полотно. Меняется насыщенность, появляются мазки, вибрирующие в воздухе. КОНЕЦ 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 Кузница вулкана. Реалистичная, тщательно выполненная. Аполлон, немного смешной молодой человек, говорит вулкану, что у его жены Венеры любовная связь с Марсом. Комедия нравов среди богов. Обманутый бог кует доспехи своему врагу. Рассудок и сила, любовь и война, реальность и повседневность. Персонажи разделены в пространстве, они в движении. Они не стоят в ряд, и на заднем плане развивается вторая тема. Взгляд перефокусируется, появляется тень, абстракция. У меня кружится голова, слишком много цветов, звуков. Мой синдром Стендаля. Тепло Рима. Мне не хватает тебя. Разумеется, солнечный удар. Я ищу прохлады в садах виллы Медичи. С утра до вечера Веласкис приходил в эти сады делать наброски скульптур. Его взор привлекало движение воздуха вокруг, и он уходил покорять пейзажи. Лоджия Клеопатры в полдень набросана с натуры мимолетно. Он не копировал, не воспроизводил. Он изменял пейзаж, выстраивал его своей рукой. Всё лёгкое, экономное, парящее. Венецианское окно на реконструкции. Вечер. Линия как точка невозврата. Смотришь, отходишь назад, чтобы взглянуть по-новому на картину, написанную мазками. Иллюзия правдивости. Рисовать вещи и жизнь так, как чувствуешь их. Впечатление. Теперь он стал мастером пейзажей. В садах виллы Медичи Веласкес обратился в живописи к современности. Он начал диалог с мастерами будущего, художниками, а также фотографами, кинорежиссёрами и философами. Взгляд теряется в бликах листвы. Пейзажи Веласкеса и импрессионистов перекликаются. Отныне все художники, идущие в ногу со временем, ведут с ним диалог. После покорения пейзажа под кистью Веласкеса открылся новый мир. Начинается плодотворный период. Появляется желание писать больше, наполнив манеры письма большей лёгкостью и живостью. Между вещами и людьми, между персонажами и равнинами изображение природы. Два замечательных года в Италии, оплаченных королём, подошли к концу. И в 1631 году Веласкес вернулся в Испанию с новой основной чертой своих работ. Воздухом. Бесконечное небо. Голубые, серые облака. Бескрайние возможности неба Веласкеса. Нужно было украсить новую королевскую резиденцию, но изменив, обновив, сделав светлее образ пошатнувшейся монархии, которая пробудилась после неожиданного рождения принца Бальтазара Карлоса, последовавшего за смертью четверых детей. Никому не разрешалось писать портрет принца до возвращения Веласкеса. Король сгорал от нетерпения. Он возложил все надежды на маленького принца. Он станет военачальником и достойным защитником католической веры от ереси и протестантов. Рядом с официально изображенным маленьким принцем появился динамичный меланхоличный персонаж Карлик. Беззаботное детство закончилось. Выездка, тренировки, муштровка. Ребенок уже король. Я с весельем смотрю на двухлетнего мальчика, который держит бразды правления миром. Но здесь сыграла роль высшая школа живописи, а не верховой езды. Потрясающее владение планами в уменьшенном масштабе. Графы, герцоги, властимущие и слуги, карлики и гермейстер под пристальным взором короля и королевы, которые стали прозрачными, не существующими. Верховая езда – главная военная дисциплина. Под разгоряченной кистью принц становится военачальником, которым так и не стал король. Веласке спешит картину за картиной для летнего дворца Буэн-Ритиро, а также охотничьего домика Торре-де-Ла-Парада. Торре-де-Ла-Парада. Но король не объединил королевство, забыв о победах и поражениях. Он предпочитал охотиться на кабана, своего единственного врага-жертву. На большом полотне королевская охота королевство – лишь площадка для охоты, ограниченная рамками картины, где врага загоняют под небом Веласкеса. Народ и двор приглашены посмотреть на имперский спектакль, который едва заметен на огромном пустом пространстве посередине. Как бы то ни было, Филипп IV повергает зверя ударом королевского копья. Экипажи проезжают, придворные скучают и болтают, народ вьет и спит. Империя дремлет Охота Охота навевает на меня скуку, как она в Веласкеса. Я предпочитаю античные сражения. Сдача Бреда или триумф живописи над историей войны. За 10 лет до этого, в 1625 году, голландский город Бреда пал. Лишь кисть Веласкеса спасла победителей от забвения. Вновь воздух. Бреда легкая, визуально такая же газообразная, как воздух. Ее надо читать, а не рассматривать. Здесь скорее дуновение мира, а не дух триумфа, и в каждом лице читается ярость или восхищение. Юстин Насауский передал ключи от города командиру испанской армии спиноли. Важнее победы этот изящный жест, которым побежденному лидеру не дают опуститься на колени. Мир кажется единственной возможной победой. Субтитры создавал DimaTorzok Веласкес неутомимо пишет портреты, пока его должность при дворе не начинает занимать все время. Женщины, дамы, девушки, мужчины, шуты и карлики. Среди мелких деталей появляются следы незаконченности, резкое выражение свободы и маргинальности, физической и общественной. Портреты пишутся «Алла Прима» за один сеанс. Быстрые, контролируемые движения, спонтанность, поиск глубокого зрительного образа. В тяжелой придворной атмосфере присутствие карликов и шутов было очень полезно. Они вдохнули жизнь во двор, как Веласкес в свои картины. Как и придворные шуты, Веласкес пренебрег условностями, водился с безумцами и поэтами, выбирал свободу. Всегда. Никогда не издеваясь и не насмехаясь, он демонстрировал всем ценность, почтение и уважение. Отныне его персонажи смотрят на нас, будто окружающий их мир становится все более чужим. Карлик внимательно изучает нас и наши слабости. Эксперты теряются и не могут датировать полотна. Признаки все более размыты по мере того, как работы становятся более абстрактными. Вновь Веласкес упорствует, изобретает, сдвигает границы, выносит правду за пределы рамки, усердно старается открыть секреты мировой гармонии. Например, Пабло де Вальядолит. Персонаж окружен типичным для Веласкеса воздухом. Он не ждет наших взоров. Он направляется к нам сквозь эффекты света и тени. Флодотворный период заканчивается, как и энтузиазм. Возможно, это усталость. Или живописец и король уже в преклонном возрасте, или я. Воины устали, они сложили оружие и кисти. Отказался ли он от своей мечты о благородстве во благо и славы? Художнику присвоили почетный титул церемонии мейстра при короле, затем хранителя королевского гардероба, а позже постельничего. В 1643 году его назначили суперинтендантом дворцовых работ. Он повсюду сопровождал короля и теперь редко имел возможность писать. Веласкез вернулся в Рим в 1648 году в 50 лет. Это была официальная поездка с целью приобретения работ итальянских мастеров для королевской коллекции, с которой горюющий монарх все чаще уединялся. Принц Бальтазар, принц воздуха умер. Веласкез уехал от наступившего заката. Он вновь обрел итальянскую свободу, вкус к экспериментам. Здесь, в Риме, мир менялся быстрее. Католики и протестанты жили в мире. Посланник короля принялся за свою миссию и не думал возвращаться в Испанию. Сначала он дал свободу своему мавританскому слуге Хуану де Парехи и помог ему стать художником. Паламино скажет об этом портрете. Остальные работы походили на живопись, но это походит на правду. Выставленная в пантеоне работа была высоко оценена. Благодаря ей он стал членом Римской Академии и народным любимцем. Шаг Веласкеса по отношению к своему слуге похоже дал ему возможность написать портрет папы. Это возможность встать в ряд с величайшими. Огромная честь для иностранного художника, который не удостоился даже Рубенс. И возможно это его последний шанс стать дворянином по возвращении в Мадрид. Красный, белый и золотистый. Опять красный взрывающий глаз. Все эти детали и жирные резкие мазки подчеркивают правдивость и проницательность взгляда. Эта картина вызвала в Риме неоднозначные чувства. Ком в горле. Троповеро слишком правдиво, сказал Папа Римский, увидев свой портрет. Лучший из портретов, которые когда-либо были написаны, скажет гораздо позже философ Тен. А на записке, которую он держит в руке, подпись живописца. Выданный Папой пропуск в дворянское сословие? Король потребовал его возвращения в Испанию, когда каждый в Риме хотел заказать портрет у Веласкеса. Живописец медлил, наслаждаясь другой жизнью, другой любовью. У него был сын, личность матери неизвестна. Возможно, ее звали Фламиния. Она тоже была живописцем одной из немногих художниц той эпохи, по другой версии натурщицей. Или и той, и другой. Она изображена на Венере зеркалом, третьей по значимости картине Рима. Веласкес написал свою любовь и своего внебрачного сына. Я мечтаю о лондонском дожде и волшебном моменте, когда окажусь в национальной галерее в зале номер 30. Взгляд, затем слова гида. Я больше не буду предаваться грусти, даже если нагота Венеры напоминает мне твое обнаженное тело. Веласкес оставил женщину и ребенка, но ему не удалось избавиться от воспоминания о красоте. А я лишь один из шутов Веласкеса, который взирает на этот все более странный мир. Последнее возвращение в Мадрид. Король был счастлив вновь увидеть своего преданного друга, был рад привезенным полотнам. Он назначил Веласкеса камергером и управляющим дворца, хранителем коллекции и церемонимейстром и поручил ему украсить заброшенный эскариал, усыпальница королей. Веласкеса Моё путешествие заканчивается в Прадо. Все путешествия по следам Веласкеса заканчиваются здесь. 1656 год. Менины. Эксперты спорят по поводу точек схода и перспектив, но настоящая загадка полотна это загадка моих чувств. Мой взгляд, возможно, ваш тоже, сначала падает на инфанту, её лицо, на котором я читаю забавную печаль. Возможно, потому что сегодня, спустя несколько веков, я знающий очевидец, уставший от обилия версий, объяснений и теории. Я смотрю на инфанту и разделяю её несчастья утраты. инфанта инфанта освещает полотно. Она как воздух и природа на полотнах Веласкеса, которые заставляют меня трепетать при каждом новом взгляде. Паломино заявил, что образ в зеркале, королевская пара, написан не с натуры. Здесь это лишь отражение картины, над которой работал Веласкес. Взгляд притягивает этот странный, наполненный светом дверной проём на заднем плане. С высоты времён я воспринимаю его как бесконечность. Кто-то как Бога. Это точка схода всех перспектив. Картина светится как пламя, которое правит Испанией и слишком яркое, чтобы быть настоящим. Она как последнее дыхание золотого века. Время не опорожняет Менины, сказал Даниэль Арас. Оно обогащает картину. Время быстро взяло верх над монархией и над этим редким моментом семейного счастья. Король устал. Слишком устал и печален, чтобы писать его портрет снова. Он лишь прогуливается среди своих коллекций. А Веласкес в своей мастерской также в одиночестве единственный свидетель страданий короля. Инфанта настоящая. Ее печаль потрунивание над резней, происходящей вокруг, над Веласкесом, который еще не стал дворянином после стольких лет усилий и который получит Красный Крест гораздо позже из рук самого короля по словам мнимых свидетелей. Все это гораздо больше я вижу, закрыв глаза и мечтая наконец о незримости вещей. Когда Филипп IV умер, картину повесили среди других величайших работ в кабинете короля Карла II. Увидев, что Лука Джандана молчаливо смотрит на картину, король спросил его, что вы о ней думаете? Тот ответил, месье, это теология живописи. КОНЕЦ 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 Веласкес изображал вечера, открытые пространства и тишину. Даже когда он писал в светлое время суток или в тесной комнате, даже под шум сражения или шум охоты. Поскольку испанские художники редко выходили на улицу в середине дня, когда все было залито палящим солнцем, им ближе были вечера. Прекрасно, правда, девочка? Переведено и озвучено компанией SDI Media по заказу ТПО Red Media. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА